Охрана общественного порядка и безопасности, важных государственных объектов, борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности высших должностных лиц, а также объектов топливно-энергетического комплекса. Эти и другие задачи уже 7 лет успешно реализуются личным составом Ингушской Росгвардии. От имени командующего войсками и округом я выражаю огромную благодарность главе республики за ту оказыванную помощь, которую вы оставляете. Хочу обратиться с вами в благодарности ко всем руководителям министерств, ведомств за то, что вы находитесь рядом с нашим территориальным управлением, оказываете помощь и участвуете во взаимодействии. Я хочу отдельно обратиться с словами огромной благодарности, наверное, к тем людям, которых я являюсь куратором, это подразделение ОМОН СОБР. Уж кому-кому, как не мне, знать, как они выполняют свои задачи, потому что мы вместе с ними были в районе. И знаем, что именно они, это люди с остальным характером, стержнем, которых, наверное, слова нет, отсутствует вообще. Конечно, хочу сказать слова благодарности ветеранам, чтобы вы всегда были рядом с нами. И будьте уверены, что мы вас не подведем. Спасибо. В 2023 году исполняется ровно 30 лет с момента, как на защиту правопорядка в республике встали легендарные СОБР и ОМОН. С февраля 22-го росгвардейцы принимают участие в специальной военной операции на Украине. Неделю назад из зоны СВО вернулись около 90 сотрудников этих двух подразделений. Около 100 человек награждены высокими государственными наградами. Сегодня поставлен такой вопрос, и вы знаете, это не меньше, чем я, что России не должно существовать. Открыто говорят, что нашего верховного главнокомандующего физически государственные люди, политики уничтожить. Министр иностранных дел ЕС Боррель, который говорит, вы знаете, тут райский сад у нас в Европе, а тут дикие леса где-то, джунгли. То есть в открытую говорят, мы не люди. Они всегда интересовались только, сколько у нас руды, нефти и все остальное. Им люди неинтересны. Они обобрали весь мир. Вы знаете, многие были за границей. Говорят, какие у них замки в Англии, там, например. Они весь мир обворовали. Всю Индию, Ближний Восток, Азию. Вся Латинская Америка просто уничтожалась. Поэтому сегодня то, что вы делаете в жизни, это ответственность, которая на вас надлежит, и вы своей жизнью и жизнью товарищей сегодня отвечаете. Сегодня, если мы не будем думать в целом о нашей стране, то у нас ничего не получится. Вы знаете, какие времена были, 90-е, когда направили на своих эмиссаров, что происходило в целом в стране. Никто не был защищен. Не знали, сегодня выйдешь, завтра вернешься домой. А сегодня вот то мужество, отвагу, которую вы проявляете, где вы находитесь, и знаете, приятно то, что достойно несете службу. Я искренне поздравляю. Я горжусь вами. Я горжусь каждым из вас. И, как говорит наш президент, каждый, который находится сегодня на передовой, он герой. Я горжусь, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. С самого начала 93-го года и по настоящее время СОБР и ОМОН вместе с молодой и вновь обретающей государственность республикой прошли сложный путь становления и развития, не раз доказав верность присяге и служебному долгу. Выполняя каждую задачу до самого конца, а порой и ценой собственной жизни, личный состав отрядов стал надежным звеном правопорядка как в самой Ингушетии, так и за ее пределами. Вас по праву считают гордостью органов правопорядка. Республиканские подразделения Росгвардии отвечают высокий уровень подготовки. Умение и готовность действовать дерзко, решительно, волнееносно на ключевых участках и направлениях. Эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи там, где этого требуют интересы государства и Родины. Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности и долгу. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей, стариков, защищая от нее нацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Олег Черна и Махмуд Али Калиматов лично вручили государственные награды сотрудникам и военнослужащим управления ОМОН и СОБР. Указами президента России они удостоены орденов мужества, медалей за заслуги перед Отечеством второй степени, за отвагу, медалей Жукова и за отличия в охране общественного порядка. Муслим Ганиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.